В предыдущей серии Прошу тебя, Габриэль Не покидай меня Габриэль Нужно вскрыть могилу Клары Я хочу знать, кто там Хватит, Изабелла Пожалуйста, хватит Клара Клара Меня зовет сестра Может пойти к ней? Клара, не говори глупости А вы, сеньор де Альвиар Готовы согласиться на эксгумацию? Чтобы эксперты подтвердили Что захоронена Клар Риво Сделай это для меня Компания Америка Продуксионес Представляет Производство Хосе Крусилия Анна Кольчер Кристиан Мэйр А также Тедди Гусман Нэнси Гонсалес Яхайра Орта Хавьер Эчевария Сантьяго Махиль Пол Мартин И Хулиан Легаспи В сериале Изабелла Сюжет Манэля Карлоса Автор сценария Анна Монтес При участии Марицы Киршхаусен Луиса Филиппе Альварадо Эмилио Бустаманте И Альфонсо Сантистебана Фильмис Нималис Риналдо Аренас Уильям Тейлор Рафаэль Безачча Элита Бреро Ильяна Карион Антонио Голседес Карлос Росил И Гледис Ермоза А также Регина Альковер Рики Тосо Рикардо Фернандес Эрнан Ромеро Хесус Делаво Хавьер Вальдес Карлос Гасольс Лола Вилар И Лусия Ирурита Художник по костюмам Карлос Пасано Художник Гильермо Иса Композиторы Хорхе Тафур И Кристиан Монтоя Оператор Рафаэль Руиз Режиссер Рубен Гербаси Продюсер Родольфо Опе Сеньора Сеньора Да, мама Сеньор не позволит осквернить могилу супруги Ты его не убедишь Пожалуйста, не слушай Леандро Фернандо Она боится, что мы узнаем правду о Кларе Я боюсь за вас Сеньора Ложь Леандро права Мы не можем осквернить могилу Клары Клара жива Скажите мне, доктор Когда пройдет операция о которой вы говорили Сегодня вечером эта дама приедет в клинику Сегодня? Да Операция будет очень скоро Эта женщина с нетерпением ждет ее И я признаться тоже Скоро настанет тот час когда я верну ей прежний прекрасный облик Почему-то все это интересует меня не только как врача Странная история это, верно? Странная А где пройдет операция? Мой дорогой суков не ожидал услышать от вас такой банальный вопрос Не важно где Главное, что это произойдет Вся эта загадочная история происходит с нами и она полна тайн Но, с вашего позволения мне пора идти До встречи До свидания Анаис Дю Моруа Помнишь таинственную женщину на маскараде одетую как Изабелла? Конечно Я ее запомнил Ее звали Анаис Она была поэтессой Странное совпадение Более чем странное Кстати сказать там была Алекандра Марины Вертис Лучшая подруга Клары Значит Эта женщина никто иная как Клара Клэр Риво Доктор Изабелла явно сошла с ума Не спешите с выводами Простите Но вы видели как она себя вела Она напомнила мне Клару Правда? Да Клара в итоге тоже потеряла разум Сначала вы говорили что между ними нет ничего общего Теперь вы их сравниваете Нет не совсем так Я не хочу чтобы Изабелла повторила судьбу Клары И вы не должны допустить чтобы Изабелла потеряла рассудок как Клара Доктор увезите ее в клинику Под вашим наблюдением в спокойном месте ей обязательно станет лучше Вы говорите так словно вы сами врач и знаете что делать Но я не хочу ее потерять Закарес Синьора Пожалуйста приготовь машину Да Синьора Думаю синьоре сейчас лучше остаться дома Не понимаю почему ваш муж и доктор считают что так будет лучше Я знаю что делаю Изабелла прошу вас останьтесь Неужели вы не понимаете Мой брат сейчас между жизнью и смертью Он Ленарес Я тоже Ленарес Мой отец меня не отверг и я всегда буду любить его Я от него не отрекусь Не поступлю так как вы поступили со мной Вы обрекли меня на смерть заботились о другой Я на такое не способна Я бы не смогла так относиться к своей собственной дочери У меня не было выбора Простите Я знаю вам тяжело Но не беспокойтесь Наверное вы будете счастливы когда вернется ваша дочь Я знаю Клара жива И я всем это докажу Почему ты так смотришь? Рад видеть тебя довольный Да Я счастлива Этот доктор Душан вселил в меня надежду А я не знаю что сделать еще чтобы остаться с тобой навсегда Слышишь Альхандро все мужчины одинаковые ужасные собственники Не делай ничего плохого Себастьян Это ужасно Нехорошо А ты не плачь дорогая Не надо Лучше вспомним наши старые песни Помнишь мы были свободными как ветер Не плачь Судя по выражению твоего лица ты принесла плохие новости Мне очень жаль Клара Что на этот раз они хотят вскрыть могилу Вот как Не беспокойся Они меня не найдут Ну и что Миллион Санканэй Биан Диан Ки Санканэй Эль Санканэй Где все остальные отправились в часовню А Габриэль На операции Он ослеп Бедный Может быть навсегда Мама Я хотела попросить прощения за то как я вела себя Нам обеим пришлось Нелегко Да Ты всегда любила меня А эта женщина ненавидит Ты ее любишь? Я не могу ее любить Дочка Мама Конечно же я тебя простила Я простила тебя Моя девочка Мама Доченька Дочка Я так напугана что боюсь отсюда выходить Слушай Августа не причинит тебе больше зла Тебе нечего бояться Не знаю Может быть Источник твоих страхов злая энергия этого места Я не верю больше твоим словам Я не выйду отсюда Пожалуйста Виктория Подумай о Фернандо Ты ему нужна Да Я много о нем думаю Тогда помоги ему Ему сейчас нелегко одному Так не должно быть Мне всегда казалось что Фернандо будет счастливым А я напротив Никогда не узнаю счастья Сначала он был с Кларой Теперь он женился на Изабелле Но беды не кончились Мне от этого страшно Потому что призрак Клары живет среди нас Думаю дело не в призраке А в том что Фернандо все время видит в Изабелле Клару Думаешь твой брат не любит Изабелла? Не знаю точно но мне кажется он назвал доктора очень злым и бездушным человеком Так сказал сеньор Фернандо Да сам сеньор Только держи язык за зубами Закариусу незачем об этом знать Думаешь он и вправду злой? Не знаю Мне так не показалось Расскажи что было дальше В конце концов они попрощались и сеньор Фернандо сказал Значит вы тоже хотите вскрыть могилу Клары? Господи бедная наша мадам О чем это вы? Сеньор Фернандо хочет вскрыть могилу мадам чтобы убедиться что там ее тело Откуда вы знаете? Я слышала в коридоре Понятно Раз ты научилась шпионить значит освоилась Падро вы уже были у Габриэля? Да дочь моя ему очень тяжело Он сейчас должен бороться за жизнь всеми силами своей души Бог ему поможет Зачем ты пришел? Держать тебя в трудную минуту Простите, что опоздал Меня задержали последние события в доме Де Альвеар Послушайте Я хочу вам кое-что сказать У меня есть доказательства того, что Клара жива Рассказывайте скорее Помните доктора Дюшамса Его таинственная пациентка на самом деле никто иная как Клара Рево О, где доказательства Письмо доктору Дюшамсу было написано Алехандрой Мариной Вертис Лучшей подругой Клары А имя этой дамы Анаис Дюмарла Такое же как у женщины похожей на Изабеллу Не много ли совпадений? Через Чур Сегодня они должны встретиться в клинике Мы проследим за доктором А я позабочусь об Изабелле Доктор Мы спасли его жизнь Но он останется слепым Мне жаль Уходите Уходите Да, мама Мы уходим ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он не отвечает Перезвоните Портье сказал что он никуда не выходил ЗВОНОК Алло Доктор Дюшанс Это Александр Суков Я весь день думал о вашей таинственной истории Я готов вам помочь Да Я знаю что вы не просили но я сейчас в отеле и мог бы подвезти вас до клиники Ни в коем случае Суков Нет, нет ваше поведение кажется мне странным Это мое личное дело и пожалуйста Не вмешивайтесь я вам все расскажу когда сочту это нужным Я еду за доктором Мы встретимся с тобой в клинике Конечно Конечно Будь осторожна Вещи готовы Клара Я соберу свой чемодан и поеду с тобой Ты останешься Я тебя не брошу Это будет выглядеть подозрительно Пока Изабелла здесь ты будешь жить в этом доме Я не останусь Хватит Я уеду одна Со мной будет Алехандра Марина и доктор Прошу тебя Иди наверх И плачь там сколько угодно Дочка Я хочу остаться с Себастьяном Мы не успели попрощаться Я всегда с тобой Клара Скоро я вернусь сюда И уже не буду такой как прежде Поэтому я хочу снять маску чтобы ты меня увидел Я хочу чтобы ты понял что я испытала и что я оставляю в прошлом Снимай Я хочу знать не остынет ли твоя любовь Она никогда не остынет Клара Мой верный любовник Ты готов испытать свою любовь Да Да Ну вот Теперь Скажи мне Ты меня любишь Я нужна тебе Я пойду. Хорошо. Я с тобой, Марьяна. Идем? Я пойду одна. Храни тебя Бог. Марьяна! Перестань за мной ходить. Марьяна, куда ты идешь? Марьяна! Не могу поверить. Во что? Ты уходишь в такой момент. Брату уже лучше. Ты куда? Ну, скажи, Марьяна. Ты знаешь, Франциско, я иду по своей воле. Когда все это кончится? Это не тебе решать. Понятно? Изабелла. Изабелла. Здесь я, Габриэль. Изабелла. Изабелла. Это я. Что вам нужно? Я не знаю, что делать. Полиция ищет сеньора Себастьяна. Но почему вы пришли сюда? Я искала сеньориту Алекандру Марину. Беды начались с тех пор, как она приехала. Я хочу с ней поговорить. Ее нет. Ничего. Я подожду, пока она придет. Я уверена, что он невиновен. Она втянула его в историю. Мне жаль, Тони. Вам придется уйти. В этом доме не выносят даже упоминания фамилии Ревилья и Ленарес. Вы взволнованы, мадам. Боитесь? Нет, доктор. Просто сгораю от нетерпения. Вам надо успокоиться. Перед такой операцией очень важно быть спокойным. Не беспокойтесь, доктор. Это приятное волнение. После той аварии мне еще не было так хорошо. И что же будет потом? Я снова займу свое место. Все будут потрясены. Думаю, да. Кстати, я давно хотел попросить у вас разрешения написать статью об этом случае. Конечно, но только не называйте имен. Вернусь я в свой дом, и никто не должен узнать, что со мной было. Никто не узнает, в каком аду я жила. Такие страшные тайны уносят в могилу. Я назову статью Тайна незнакомки. Красивое название. Вам нравится? Да. Продолжайте, прошу вас. В чем дело? Вас что-то пугает? Будет нелегко. Но я сделаю для вас все. Хай! 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 Простите, сеньор Леандро. 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 Она сказала, что если дочь умрет, она покончит с собой. Боже мой, вы должны ее отговорить. Я сделала все, что смогла И для нее жизнь не имеет смысла Без любимой дочери А как же другая? Ей больше никто не нужен Мне плохо от того Что мы перестали понимать друг друга Я знаю, что тебе плохо и не хочу, чтобы ты страдала Я надеялся, что все изменится Ты изменится? Знаешь, я люблю тебя таким, какой ты есть Я верю тебе Помнишь, ты обещал мне Что всегда будешь со мной, что бы ни случилось Разве это не так? Скажи А если я откажусь выполнить твою просьбу И не вскрою могилу Клары Ты будешь меня любить? Любимый Мы постоянно играем чувствами друг друга Поэтому я не знаю, что будет со мной дальше Возможно, моя любовь не погаснет Не знаю За что я тебя люблю? Может быть За тепло, которое ты даришь За те чувства, которые ты Во мне пробуждаешь Я люблю тебя После ее отъезда Здесь стало совсем тоскливо Спасибо, что вы остались со мной, Себастьян Я бы не смогла долго быть здесь одна И бояться за жизнь Клары Почему я не с ней? Я, наверное, сойду с ума в ожидании известий Сегодня я плакала, и меня увидела служанка Я придумала историю о бедной женщине Чтобы девушка Не смогла догадаться, что здесь происходит Как я устала Устала от такой жизни Сейчас нам надо верить в то Что все пройдет удачно Спасибо, Себастьян Вы немного меня успокоили Кстати Приходила Тонья Тонья? Когда? Сегодня вечером Я знаю, она предана вам и любит вас Но я не могла допустить, чтобы она все узнала Я понимаю А что вы ей сказали? Она беспокоилась о вас Никто не знает, где вы Вас ищет полиция Я пыталась ее успокоить Бедная Тонья Она так страдает Значит Меня ищет полиция Да, верно Не беспокойтесь Они не обвиняют вас В смерти Габриэля Ленареса Он остался жив Слава Богу Я думал, он погиб Значит, мои дела не так уж плохи И нет смысла дольше скрываться Клара хотела, чтобы вы остались здесь Она обрадуется Когда узнает, что я раскитался с Фернандо за все Еще одна дуэль, Себастьян Думаю, это только испортит планы Клары Сеньор Фернандо и так останется с ней Чувство вины перед ней заставит его сделать это Он не поступит иначе Клара победит Изабеллу И та останется ни с чем Потому что незаконно заняла чужое место Бедная Изабелла Росария, вам надо отдохнуть Мне не нужны советы Ладно, простите Зачем вы здесь? Габриэль, вам не родственник? Не понимаю Почему вы не уходите? Я понимаю Что вам сейчас нелегко Да и мне тоже Габриэль, брат Марианы А я беспокоюсь за нее Беспокоитесь? Да Я не понимаю, почему она Себя так ведет Ясно, ясно У вас опять Какие-то размолвки Впрочем, сейчас Не время Об этом говорить Так что Можете смело Возвращаться домой Вы мне не верите А жаль Всем кажется, что Мариана Не более, чем мое очередное увлечение Разве это не так? Нет Я люблю Мариану Люблю ее так сильно Как не любил Еще никогда в жизни Но теперь Я не знаю, что делать Росари Прошу вас Помогите мне Что ж, попробуем? Я верну прежний облик Можете мне довериться Завтра утром Будет операция Добрый день Добрый день Доктор Дюшамс Тебе не страшно? Нет Не страшно Но все-таки я вся дрожу Я так ждала, когда наступит этот день Знаешь Я тоже ждала его Вместе С тобой Ты всегда была мне Родной сестрой Моей защитницей Я тебя люблю И я тебя Когда придет доктор Дюшамс? В назначенный час Кажется, ты ему понравилась Это вполне объяснимо Ему понравилось мое письмо Ты мне его непременно покажешь Я ведь не знала Что его написала ты И изменила мою жизнь Я рада за тебя Милая Клара Маленькая принцесса Прости, Григорьев Не знаю, зачем я тебе все это рассказала Наверное, тебе надоели мои грустные истории Напротив Мне было очень интересно Я прошу тебя Продолжить свой рассказ до конца Но зачем? Я хочу знать о тебе все Зачем тебе Это нужно, Григорьев Что ты делаешь? Выписываю чек Нет, не надо Почему? Я только плакала И говорила о грустном Но доставила мне удовольствие И вот Возьми Я тебя не понимаю Все-таки Возьми Томанчейри Ты мне станешь Убери Сеньора Сеньора Я принесу воды Нет 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 Дельмира Позвони Пожалуйста Доктору Давили Все? Готова к операции? Да, операция скоро начнется Наис За вами сейчас придут Посмотри на меня, Алехандро В последний раз Ты видишь меня Такой В последний Спасибо За твою заботу Подойди ко мне, Алехандро Доченька Заходите Пожалуйста Садитесь Спасибо Ну Что случилось? Доктор Я давно хотела к вам зайти Сегодня меня привело к вам чудо Чудо Изабелла Кажется, я беременна Я почти уверена Фильм переведен и озвучен компанией Интра Коммуникейшнс 2002 год Коммуникейшнс Первый пирогы Первый пирога Продолжение следует... Н pren